Когда мы снимаем этот сюжет? Мы снимаем этот сюжет в субботу. Везде и всюду ездят свадьбы, да? Но рано или поздно любая свадьба закончится. И это начало брака. А потом начнутся различные неврозы. А после этих неврозов начнутся различные другие процедуры. Человек начнет употреблять алкоголь и все остальное. Потому что, да, это проблема. Но с этой проблемой справляется кто? Справляется тот, кто лечит. И лечит у вас здесь, на проспекте Ленина 9, в медицинском центре Гармония. Просто придите и посмотрите, и как он это делает, и поймете результат. Теперь по сути, все болячки у нас от нервов. Жить не нервничая не получается. Но надо с этим справляться. А вот с этим вообще труба. Ну кто из нас не нервничает? Да никто. Как справиться? Нужен крутой специалист. И чем круче он, чем больше у него практики, тем лучше. Ну и в Магнитогорске есть такой. И вы даже забудьте про возраст. Он реально крут. У нас часто обращаются люди, у которых бывают такие состояния нарушенного здоровья. Это первая степень нарушения. Это неврастения. Сейчас группа лечится с неврастениями. И там есть два человека с неврастениями. То есть это истерия, психостения. Невроз называется группа. А есть люди, которые лечатся от депрессии в легкой форме. Индийской медитации. То есть от состояния индийского гипноза, который 15 раз сильнее дает эффект, чем гипноз американский, куда включается НЛП еще. Это НР, лингвистическое программирование, которое у нас никто не знает. Это в Америке я обучался этому. И еще один академик, который ректор Института психотерапии России. Он обучался. Остальные люди не знают эту медицину. И другой гипноз, европейский, считается тоже современным. Но он во много раз слабее, чем индийская медитация. Когда человек находится в промежутном состоянии, он только работает нейронами. То есть он воспринимает все, то, что ему говорится. А другие сигналы он перестает воспринимать. Он воспринимает только звуки и слова доктора. А других людей, их как бы не существует. И они перестают общаться с ним, как пациент с ними перестает общаться. То есть отдыхать друг от друга. Давайте людям объясним, что такое неврастения. Вот это самое заболевание, которое, по сути, никто не лечит. Заболевание, да. Совершенно верно сказано, что неврастению у нас под видом чего-нибудь пытаются скрыть. И на самом деле причину не выявляют. А еще только симптомы или синдромы. То есть причина, если остается, диагноз не поставлен, то убирают синдромы. А потом они вновь появляются, только в более усиленной, более тяжелой форме. Поэтому я эти, как уже и невропатолог я работал, и психотерапевт, и психиатр, и нарколог, и ряд других специальностей мной освоены. Вот, это порядка дюжин специальностей. И у нас есть за рубежом еще пяти академиях. Поэтому для меня это не проблема. По сути событий. Человек – саморазвивающаяся структура. Самые опытные и правильные участники нашего процесса – это те, кто работает с молодежью. Круче только врачи. Еще круче – врач с мировой известностью. У меня имеется четыре абсолютно достоверных метода диагностики, которые я, когда находился в зарубежных центрах, академиях, мне удалось это освоить. То есть это иридодиагностика, паразитом молочек глаза, а потом это саногенетическая диагностика. То есть я определяю у человека болезни, переданные по наследству от предков. В Индии сказано УРУ ихним мудрецом, что без знания диагнозов, полученных от предков, нельзя подходить к пациенту. То есть надо учитывать, какое здоровье было у предков. Потому что 90% нашего здоровья, по данным Зигурда Фрейда, это великого ученого, который изучил, что у каждого человека имеется две части личности. Первая часть личности – 90% от предков. 10% – это данные родителями конкретными этого человека. Вот эти 10% – это люди различными там зависимостями, то есть это табакокурением, это спайсом, это наркологией, наркотой, вернее, наркоприемами, и окоприемами, и грамманией, и другими развратами. Там интернет-зависимость – это сейчас болезнь века. Поэтому 90%, 90 миллионов населения в Америке, сейчас 96 уже последний год сказали, это люди, зависимые от интернет-зависимости. То есть это самое тело зависимостей. Люди в интернет-пространстве, они с земли отошли, они банкроты и в семье, и на работе, в своей личности, у них все плохо в жизни. Америка лечит на немец. Мировая медицина, которую я осваивал в Академии Японии, в Академии Японии, Китая, Тибета, Индии, Северной Африки, мне удается этих пациентов излечивать. А чем вы отличаетесь от других? Потому что много разных контор, которые чем-то там типа говорят, но не типа делают. Да, это да, это именно так. Вот у нас имеется здесь только лечебного центра преимущество. Гарантию мы даем людям порядка 98%. 1-2% те люди, которые с рождения, по ревоменту, то есть селоприники там, или припадочные и так дальше, или в ДТП получил травму. Вот у них, или последний вариант, это деградация от заключительной стадии алкоголизма, больных алкоголизма, они не помнят уже, это Белин Курсакова, они не помнят, даже как родную маму зовут. То есть с виду это человек, снаружи, а снутри содержания у человека уже нет, деградация. Третья стадия, они не помнят, поэтому они увольны и с работы, и семья развалилась у них, и в обществе их никто не признает за личности. Поэтому вот наши преимущества, которые за 50 лет работы с пациентами, сейчас уже 51 год, мне удалось вот этого добиться. Теперь что лечим и как? Достоверная и уникальная биоэнерго и иридодиагностика. Современная аппаратура. Комплекс патентованных мировых лечебных методов и открытий. Индивидуально-анонимное лечение, дающее в десятикратии больший результат, чем в других центрах. Качество лечения подтверждается уникальными точными тестами. Мы показываем изумительные результаты у пролеченных пациентов. У них оздоравливается весь организм, и по сути цена лечения ниже, чем в других центрах, а качество выше. То, что мы вам показали, это круто. Но то, что вы увидите в дальнейшем интернете, можете посмотреть, кстати. Посмотрите, медицинский центр «Гармония». Август месяц 2015 года. И вы в оконцовке поймете, почему человек так лечит вас. Получается, что он этим делом занимается. И абсолютно не важно, сколько ему лет. Потому что чем человек старее, тем у него больше опыта. И поэтому, когда говорят, что мы воспитываем пятую колонну, поверьте мне, это не то слово, которое вам нужно. Потому что мы работаем с теми, кто уже переходит ту самую замечательную черту, у которых затем уже просто начинается что-то неправильное. Ну вот, маленький вопрос в оконцовке сюжета. Все смотрят наши передачи, да? Все смотрят наши передачи, все понимают, о чем речь идет. И почему-то мне всю жизнь говорят, и мне всю жизнь говорят, ну вот ты говоришь с человеком, который уже на пенсии, по сути. Почему обыкновенная пенсионер не может заниматься сельским хозяйством и всем остальным? Вот они мне такой вопрос говорят. А я говорю, что это неправильно. Человек рожден для того, чтобы он занимался вашим лечением. Вы сказали абсолютно верно. Дело в том, что моя бабушка живет 111 лет. Народный селитель. У нее здоровье лучше многих, у которых сейчас 35 лет. Она все воспринимает головой, мыслью, опытом, мудростью, умом. А у нас сердцем. А сердцем, кто принимает этот вопрос, изучен был в Индии. Кто воспринимает сердцем, воспринимает эмоциями, он в 19 раз больше тратит энергию, в 19 раз раньше уходит на метро под землю. Или в Дурдон, на сцену прописку. Возьмем Павла В.Петровича. Его все знают, его теория сейчас, его наука в Америке на первом месте. Потому что на собаках, ну, процессы обмена веществ. Америка гибнет, нет каких-то войн и ядерных ударов. Нет от ожирения гибнет Америка. Вот так. Так вот, Павлов, почему он в 90-е это открытие делал? Пенсионер. Прекратите, это бардак. Никто не старец из мудрецов, которые долго-долго живут. Бог тибетской медицины, стоя за 7 лет. Попратить вот это на растениях, там метод есть самолучения. Его соответствует организму здорового человека 28-летнего возраста. А он только знает, старец, 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 что ты хочешь, бессионер, 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 бессионер. Пора вроде бы, бессионер. Дурдом это. Абсолютно дурдом. Это правильно сказать. Мы на одной с вами мыслим, это прекрасно понимаем. Поэтому, когда у нас качество лечения подверждается индивидуальными, доказанными в мире точнейшими тестами, извините, я бью и барака, и фашистов этих украинских, кого угодно на лопатки кладу. И наших мародеров, или те, которые пытаются солить грязью. Кстати, у нас имеется сейчас проект нового указа президента, уже принятого в Госдуме, о том, чтобы всех, которые пытаются другого человека лечить, унизить, или ложь на него, да, вот это, во лжи его представить, или клеветой облить, как это бывает у некоторых, которые обеливают своих детей, которые находятся в управлении у нас, в Правобережном, в специальном отделе регистрации, надзора и контроля, и работая с несовершеннолетними преступниками, хулиганами, ворами и прочими, они обливают меня грязью. И другого обливают грязью. Так что в интернет не лазьте. Если там какая-то говорит, я святая там, я там ангел, я там в раю работаю, никогда не верьте этому. Кроме тех, есть разделы, где у ученых дают свои факты. Можно этот факт взять и закрыть интернет. А некоторые по 18 часов в интернете, вот, что получается? Он же не дышит, он же не спит, не ест. Он же дохнет. Потому что интернет зависит, самый сильный зависит, который Америка, никто не может вылечить. Мне удалось дюжину людей вылечить. Благодаря мировой медицине и мощнейшим биополем, моя биополе была признана увы и синим, самым сильным китайским академиком, который еще признан тебе с медициной, он говорит, редчайшая на материках у вас биополе, редчайшая на материках биополе. По аурии и по биополе вашему я могу сказать, что вы целите от Бога, от природы. Вот почему, удается оживлять умницах людей к 316 сейчас. Придут, пусть я вам покажу факты эти. Вот факты, пожалуйста. Подписали люди, да, сотни, каждый год. Как я лечу, пожалуйста, вот эти факты, вот они, вот, вот они, вот. Пожалуйста. О, книга о заприложении. Это благодарности. Кровь написана. Некоторые, которые сняли из петли, кто их я оживил, тоже не написали благодарности. Пусть предупредят, дам факты в лицо, противакты не возразишь. А леляхать не надо. Сейчас новый закон принят о том, что кто обливает кого-то грязью, клевечет, судить его. В ООН есть такой закон. Если кто-то из живущих на земле землян, совершеннолетний, тот писает, читает, умеет, кого-то обливает грязью, его нужно судить, сильнее наказывать, чем если он пырнет кого-то ножом там, или башку разобьет, или удушит. Вот так. Унижение личности, оказывается, это сильнее. Потому что дух человека здорового, он сильнее, чем пытки естаповцев к каленым железам. Зоя Космедиянская. Или когда ее обливали на холоду, она застыла, но она слова не сказала. Дух сильнее холода, под которым она замерзла. И когда ее жареным, это жареным, или как это говорит, каленым железом, да, ее пытку в СССР-то проводили. Дух сильнее всего на свете. Просто такой дух человека. Поэтому мудрость народу, как сказала, в здоровом теле здоровый дух. А которые, вот эти больные, вот мне стоит подать в суд, да, и они, опять, два исхода у них. Либо, значит, их в дурдом, вот, на постоянное место жили. Или срок обозначен. Такой закон у нас имеется. И в разных странах сведенных мира есть такой закон. Обливать грязью считается самое высшее преступление перед Богом. Вот в Святых Писаниях что написано? Я знаком со всеми Святых Писаниями. И буддейская, которая 34 тысячи лет, и славянская, и мусульманская, и вот это иудейская. Я все изучил вот эти, как говорят, вот эти книги, которые являются священными вязаниями во всех верах. Там написано, язык дар Божий, но не следует им запотреблять. Самый тяжкий грех, это когда человека нормального, хорошего, положительного, обливают грязью уроды и вот эти вот, которые люди обманывают, в интернет влазят там, туда-сюда. Но это не скрывает фамилию свою. Почему? При СССР был закон. Ни одного не принимать, кто на кого-то что-то грязь льет, да? А на них все понятно, да? Не говорить, взять их на учет и привлекать к ответственности. Сейчас закон утверждается или утвержден уже по просьбе нашего президента и правительства. Так что вот этим людям, которые пытаются унизить личность, облить грязь, клевету налить, да? Который скрывает свою и фамилию, и имя, и отчество. В интернете все это грязи полным-полном. Никогда, уважаемые граждане, дорогие земляки, не верьте им. В этом истина.